Первые сообщения о пандемии коронавируса сначала в Китае, затем и в других странах, после и в России, и в Москве для нас, уральцев, казались таким далеким событием и по времени, и по расстоянию. Введенный режим самоизоляции долго сдерживал волну заболевания в регионах, в том числе и в Свердловской области. Однако и Урал позже вошел в статистику по заболевшим COVID-19. Но к тому моменту Новоуральску удавалось сохранять чистоту территории от вируса. Тогда казалось, что это все равно где-то далеко, не у нас и не с нами это произойдет. Пожалуй, этот продолжительный интервал до первого случая COVID в городе, скажем честно, расслабил нас. Отношение к самоизоляции не было таким серьезным, пока не появился первый зараженный, а на сегодняшний день первый ушедший из жизни новоуралец с диагнозом коронавирус. Из тех мест, где уже давно эта история развивается, таких случаев достаточно много. Когда достаточно стабильно пациент находится в стабильном состоянии, вдруг внезапно развивается гипоксия и фактически невозможно спасти. Поэтому от наших коллег я сначала, может, где-то удивлялся, слышал такие слова, как страшная болезнь, коварная болезнь, непредсказуемая болезнь. Но и вот, к сожалению, нам пришлось со всеми этими качествами страшности, непредсказуемости встретиться. Страшно, когда пациент уходит из жизни за считанные часы, за сутки, так быстро, что нет возможности дать даже шансы на выздоровление. Страшно еще и от того, что это не где-то там далеко, а здесь и сейчас. Первое и главное, что нужно запомнить всем горожанам, это строжающее соблюдение мер безопасности. Как можно чаще мыть руки с мылом, носить маску в общественных местах, а еще лучше и перчатки. Мы развернули 60 коек поначалу. И, в принципе, по большому счету, у нас сейчас занято, наверное, больше, чем 80 даже процентов. У нас есть возможность, и мы уже это рассчитали, еще 20 коек развернуть дополнительно, если в этом будет необходимость. Но здесь есть нюанс. На первом этапе мы занимались госпитализацией фактически всех. Бессимптомных пациентов, легких пациентов, с легким течением заболевания. Просто с целью изоляции их из очага, чтобы они не создавали очаг заражения. Сейчас эта стадия заканчивается, больных становится все больше и больше. И мы идем по пути всех лечебных учреждений всего мира, когда бессимптомные легкие формы не госпитализируются, оставляются эти пациенты дома. Последние месяцы новоуральская медсанчасть работает только на одно – не допустить распространения коронавируса в Новоуральске и своевременно оказать медицинскую помощь. Каждый день и каждую ночь в круглосуточном режиме организована работа инфекционного госпиталя в городе. Также особые бригады из городской поликлинической службы ведут прием пациентов на дому. Отдельная бригада скорой сосредоточена на перевозке и оказании помощи пациентам с коронавирусом. Давайте поблагодарим всех, кто помогает медико-санитарной части жить и работать в данных условиях. Это администрация города, которая выделяет деньги на приобретение средств защиты, на питание наших сотрудников. Недавно принято решение помочь. У нас организовано круглосуточное питание в госпитале для сотрудников. Автотранспортом помогают две машины, выделены администрацией и помогают нашим медикам. Уральский электрохимический комбинат выделил 2,5 миллиона рублей на приобретение трубки для компьютерного томографа. Это нам позволило разделить потоки. У нас пациенты без COVID-19 идут на один томограф, с COVID-19 на другой томограф. Это очень важно для нас. Мы решили эту проблему. Ну и Росатом здорово помогает. Там большие деньги выделены. У нас уже поступило 320 облучателей рециркуляционных, 160 защитных костюмов, потом еще 1800 костюмов. И в настоящее время, буквально сегодня и в течение недели мы ждем еще защитные костюмы, десс-средства, маски, перчатки. Абсолютно в тему и незаменимо 8 отдыхательных аппаратов и 6 мониторов, которые приобретены. Да, сейчас в городе нет плановой помощи, таковы реалии жизни. Все силы брошены на неотложную и экстренную помощь для всех пациентов. Весь медицинский персонал работает в полную силу. Как бы ни было страшно, и даже не за себя, а за своих родных от возможности заражения COVID, а медики работают напрямую с такими пациентами, и одно неосторожное движение, или неправильно снят из себя костюм, и ты уже пациент в госпитале. Невзирая на страх и сложнейшие условия работы, им приходится в специальной одежде, как в скафандре, не снимая ее часами, в промежутках проходя обработку, всевозможные и невозможные силы, знания и опыт отдавать работе. Такая профессия у людей в белых халатах. Благодарен вашей компании, что у меня сегодня есть возможность, хотя бы с экранов телевизоров, обратиться ко всем медицинским работникам и медико-санитарной части, и межрегионального управления 31, Центра гигиены и эпидемиологии номер 31, потому что вот в той ситуации, в которой мы сейчас находимся, мы не делим себя на какие-то организации, мы все вместе делаем одно общее дело. Я хочу сказать огромное слово благодарности всем медицинским работникам за ту работу, которую делают сейчас. По словам Андрея Морозова, коллектив на Уральской медсанчасти совершенно четко и честно выполняет свои обязанности. Мужественно, в прямом смысле этого слова, сражается с коронавирусом. Ни один медик не отказался от своих обязанностей в таких опасных условиях, особенно в очагах новой инфекции. Благодаря вам, людям в белых халатах мы живем и работаем, учимся, пусть и на дистанте. Благодаря вашему труду мы живем. В Новоуральской медсанчасти трудится более 2000 человек. Скажу о цифрах, чтобы горожане знали. Это 346 врачей, 855 среднего медицинского персонала, 212 младшего. А еще 671 прочего персонала, от слесаря до бухгалтера. А ведь без этих людей невозможно сформировать полноценное медицинское подразделение. Не приходилось особенно обращаться, но я благодарю всех медиков за их прекрасную работу, за их подвижничество. И дай Бог, чтобы нам всем никогда в жизни не болеть. Я хочу поблагодарить врачей за внимание, за подвиг, за самоотверженный. Я благодарю Бога, что мне не пришлось пока серьезно обращаться к врачам. Но надеюсь, если доведется, то они достойны выполнять свою обязанность, свою работу. И пусть они будут сами здоровы, счастливы. Работу медиков по телевизору видели, знаем, слышали. Молодцы все, хоть и работали день и ночь. Хочу выразить слова благодарности. Спасибо им большое за все, что они сделали. Мы каждый день выявляем 15, 17, 20, 26 пациентов, жителей, которые заражаются этой инфекцией. И поэтому нам нельзя расслабляться. Я призываю соблюдать элементарные вещи. Чаще мыть руки. Не входить в общественные места без маски. Соблюдать социальную дистанцию. Не организовывать каких-то вещей. Ну вот при расследовании в некоторых случаях у нас встречаются вообще вещи идиозные. Заболел ребенок, и мы выясняем, что ребенок вообще был на дне рождения, где родители собрали сообщество, так сказать, детей. Не надо этого делать. Нам нужно потерпеть. Нам нужно пережить это. Я думаю, что мы так напряженно жить будем еще и июнь. Я думаю, что еще и июль. И только, я думаю, в августе эта ситуация как-то может разрешаться. Поэтому еще раз обращаюсь. Медики сделают все, что от них зависит. Но вы должны нам помочь. В этом году День медицинского работника особый, не до торжеств. И в будни, и в праздники они исполняют свой профессиональный долг, спасая жизни пациентов. В период страшной эпидемии особенно четко понимаешь значение этих слов. Наше здоровье в ваших руках. Спасибо вам за ваш честный и профессиональный труд, несмотря ни на что. И пусть праздник, День медика, станет хорошей возможностью для горожан сказать простое человеческое спасибо своему доктору. Держитесь и будьте здоровы. Наталья Рау, Николай Ларионов, Новоуральская вещательная компания.